Киевский институт педиатрии, акушерства и гинекологии с октября прошлого года принял на лечение около полутысячи тяжелобольных детей и роженец, выехавших из зоны АТО. Медучреждение старается лечить их бесплатно, но бюджетных средств на всех не хватает. Где ищут поддержки медики в борьбе за жизни своих пациентов, расскажут корреспонденты событий. Дети Ирины начали болеть, как только семья переехала из Донецка в Киев. Постоянные ОРВИ вылились для мамы и троих детей в целый ряд хронических заболеваний. Получается, что из-за того, что у нас много человек живут в одной комнате, из-за этого в комнате все время влажно, все время сырость, и дети выздоравливают и опять начинают болеть. Семья Матушкиных покидала Донецк в спешке. В день отъезда в городе сильно бомбили. В страхе женщина едва успела собрать вещи. Я только просила Господа, чтобы мы до поезда быстрее дожили и уехали. Выживать в столице многодетной семье сложно. А покупки за свой счет дорогих медикаментов, цены на которые выросли вдвое, Ирина и думать боится. О, Филипп, а вот это чтобы ты был богатырем, кальциум тебе. Каждый месяц в Киевском институте педиатрии, акушерство и гинекологии проходят лечение около полусотни детей и будущих мам из Донбасса. Тут стараются помочь как можно большему числу переселенцев. Но возможности института ограничены. Все те медикаменты, которые у нас в наявности в институте, мы стараемся забезпечить этих детей в первую очередь. Но есть определенные трудности. На данном этапе лежат надзвучайно тяжко хворие, женщины вагитные, детки, которым нужны очень дорогостоящие леки, дорогостоящие леки. И мы, конечно, не можем сейчас, на данный момент, забезпечить полностью лечение безкоштовно. Медперсонал института хорошо понимает. Люди, убежавшие от войны, не в состоянии приобрести лекарства самостоятельно. Руководство института обратилось к волонтерам и благотворительной организации. Сейчас мы налажили контакты тесные с фондом Рината Ахметова. И этот фонд действительно вносит адресную помощь определенным пациентам, которые у нас лечатся из регионов Донбасса. Гуманитарный штаб Рината Ахметова взял на себя обеспечение медикаментами самых нуждающихся пациентов института. На сегодняшний день мы поддержали в институте 8 больных детей, которые нуждались в медикаментозном лечении, а также оказали помощь трем роженицам, у которых сложные сопутствующие диагнозы. Дорогостоящие препараты для своих троих детей получила и Ирина Матушкина. Хочется сказать большое спасибо Ринату Леонидовичу за то, что, несмотря на то, что сейчас ему своих проблем хватает, но просто спасибо за то, что он помнит о тех, кому еще тяжелее, кому мало кто может помочь. Гуманитарный штаб продолжит сотрудничество с Институтом педиатрии, акушерства и гинекологии, чтобы помочь как можно большему количеству тяжеловольных переселенцев из Донбасса. Юлия Авдиенко, Константин Царинок. События. Канал Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова